Круглый стол, на котором обсуждались перспективы развития самбо в Новосибирске, провел мэр города. Он отметил, что это именно тот вид спорта, который заслуживает пристального внимания власти. Это наше достояние. И это достояние надо его развивать дальше. И добиваться, чтобы он выходил опять на международную арену. Потому что в развитии этого вида спорта вижу в том числе и высокопатриотическое начало воспитания нашей молодежи. Гость Новосибирска, президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев, рассказал о том, что эта борьба вполне возможно станет олимпийским видом спорта. Заявка уже подана. А также, что уже со следующего учебного года самбо можно будет преподавать в школах. Документы для этого готовы. Но без поддержки властей на местах продвигать самбо непросто. Поэтому он поспешил заручиться поддержкой и мэра сибирской столицы. И взаимопонимание было найдено. Мне хотелось бы закончить словами, уверенностью в том, что мы поработаем таким образом, чтобы все слова, все пожелания, которые здесь прозвучали, они сбылись. И давайте укреплять этот вид спорта. Укреплять, начиная с федерации, будем материальную базу. Сразу мы не построим тут залы. Это не произойдет. Надо понимать реальную ситуацию. Но тем не менее, определенное финансовое подкрепление мы надеемся получить. А пока надо использовать ту базу, которая есть. Мэр Анатолий Локоть дал распоряжение руководителям Департамента культуры, спорта и молодежной политики, а также Главного управления образования, изыскать возможности занятия самбо в школьных спортзалах, тех, которые подходят для этих целей.